Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Так умирают отношения или это естественный процесс, связанный с тем, что уже не нужно быть лучше, чем ты есть? Ну, я думаю, что если отвечать на вопрос поставлен так, то вообще никогда не нужно быть лучше, чем ты есть. Потому что если человек пытается быть лучше, чем он есть, то он не является самим собой. И, соответственно, если человек не является самим собой, то он напрягается, он вкладывает много ресурсов в то, чтобы быть кем-то другим. И, соответственно, рано или поздно это приведёт к тому, что человек просто-напросто будет нуждаться в какой-то, скажем так, компенсации. того, что он старается. Вот. Поэтому стараться быть лучше, чем ты есть. Вот. Означает, ну, рано или поздно прийти, скажем так, к требованию компенсации. Вот. А гарантий того, что другой человек компенсацию даст, её нет. Потому что люди не воспринимают то, что вы делаете. Например, вот ваша подруга, она не воспринимает то, что вы делаете так, как это видите вы. Сблизились с человеком. Пишите вы, она старше на 12 лет, обе семейные со взрослыми детьми. Ну, здесь в первую очередь нужно увидеть, как именно вы сблизились, на мой взгляд. То есть постараться увидеть, как именно вы сблизились, на каких основаниях вы сблизились. Вот. И что послужило основой для вашего сближения. Вот. Понимаете, да? То есть если вы не увидели сами, если вы не увидели сами, основания для сближения. Вот. То есть, ну вот, как получилось, да? Что мы сблизились. Как так вышло? Вот. Что нас объединяет, например. То это, на мой взгляд, довольно легко как-то вот может закончить. Вот. Именно, именно потому, что не столький фундамент. Вот. Такой он, получается, как бы не совсем, не совсем понятный, этот фундамент. Вот. И, на мой взгляд, такой довольно прочный фундамент взаимодействия. Вот. Легко можно спутать с, допустим, увлеченностью. Ну, просто увлеченность. Когда, вот, просто люди вот внезапно увлеклись друг другом, да? Но, вот, увлеченность она не имеет какой-то вот такой стойкости. Поначалу болтали безумку всегда вместе. Море совместных планов. Было легко, надежно и комфортно. Не могли договориться. Ну, это, скорее, ваши ощущения здесь. Вот. То, что легко, надежно и комфортно. Это ваши ощущения. И надо сказать, что это довольно хорошо отражает то, чего вы хотите. Довольно хорошо отражает то, чего вам не хватает. Вот. В этом смысле. В взаимодействии, ну, в вашей жизни. Вот. И, пожалуй, ключевым моментом является именно надежность. Вот. То есть вы получили вот для себя какую-то надежность. Вот. Ну, как мы видим, как мы видим сейчас, что эта надежность, она является иллюзией с одной стороны и вашей потребностью с другой стороны. Вот. То есть чем-то к реальности не относящимся. Вот. Но в то же время легкость, надежность и комфортность вы хотите. Это ваши потребности. Нужно смотреть, с чем она связана. Для меня человек явился родственной душой. То есть, что я ни одну подругу не боялась потерять так, как и я. Но, по сути, это означает, что человек опять же дает вам то, в чем вынуждает. То есть, речь идет о такой вот зависимости. Особенно при наличии того факта, что вы боитесь потерять. Страх потерять человека, это в первую очередь свидетельствует о наличии у вас определенных конфликтов и проблем. Вот. В том числе, возможно, наличие комплексов, наличие определенной, так скажем, дравматичности. Вот. И наличие в то же время противоречий определенных, определенных противоречий. Вот. Которые вы пытаетесь, собственно говоря, решить, в том числе за счет человека. Вот. Причем, обратите, пожалуйста, особенное внимание на то, что вы это преподносите как аксиому. И то, что человек, родственная душа, вы преподносите как аксиому. И то, что вы боитесь, ни одну подругу не боялись потерять так, как и ее, это тоже, ну, в данном случае, преподносится вами как некая такая аксиома. Но, тем не менее, тем не менее, это не аксиома. Это не является аксиомой. Это является, скорее, вашим восприятием этой ситуацией. Это является тем, как вы видите эту ситуацию. Но не является аксиомой. То есть, почему-то для вас важно очень сильно родственную душу иметь. Что вы в это вкладываете. И почему-то вы боитесь человека потерять. Это одиночество, страх одиночества, возможно. А это история про то, что вам сложно оставаться наедине с собой. И это при том, что вы говорите, что вы человек семейный. То есть, со взрослыми детьми. То есть, вы не одна. Ну, то есть, никак назвать вас одинокой, да, например, ну, не получается. Совершенно очевидно, на мой взгляд, что вы не одинок. Но преподносите ситуацию, преподносите вы ситуацию именно так. Как будто вы одна. Как будто вы одинокая. Вот. И так далее. Понимаете, да? И это, на мой взгляд, может быть, довольно серьезные проблемы. То есть, вероятно, вы не замечаете того, что у вас есть. И как-то стремитесь к тому, чего у вас нет. Ну, пытаясь, вот, компенсировать, вот, какой-то свой, ну, какое-то свое внутреннее противоречие, да. Какой-то свой внутренний, значит, конфликт. Таким образом. Таким образом. И, тем не менее, остаетесь неудовлетворены все равно. То есть, все равно не получается у вас для себя в этом смысле получить то, что вы хотите. Ну, до конца. До конца. До конца. Не получается получить то, что вы хотите. Понимаете, да? И я думаю, как бы, вот, вероятно, ну, такая постоянная тревога у вас. Кхм-кхм. Или страх. Вот. Того, что, вот, ну, могут вас лишить. В одночасье могут вас лишить того, что вы имеете. Того, в чем вы нуждаетесь. Вот. И, опять же, в этой ситуации вас можно понять. Ну, другой вопрос. Как это скорректировать? Вот. Другой вопрос. Хотите ли вы это корректировать? Да? Можете ли вы это корректировать, если у вас, ну, скажем так, воля? Для того, чтобы это корректировать. Вот. Дальше. Очень сильно дорожил нашими отношениями. Опять же. Обратите, пожалуйста, внимание на следующее. На том, что он дорожите вы, как будто вы не самим человеком. Вот. А дорожите вы именно отношениями с ним. Что такое дорожить отношениями? Дорожить отношениями это означает в первую очередь статус. То есть я нахожусь в статусе отношений, как бы, говорите вы. И для меня это важно. В такой ситуации, в такой ситуации, личность человека, с которым мы, ну, собственно, в отношениях, личность человека, однозначно не может быть на первом месте. Вот. Понимаете? Однозначно на первом месте личность быть не может. Потому что у вас на первом месте отношения. Отношения. Вот. С человеком. И важно увидеть, что эти отношения для вас значат. Какое значение они для вас имеют, эти отношения. Вот это очень важный момент. Потому что если вы это, опять же, как бы пропускаете, вот, то не очень понимаете, для чего и как вы оказываетесь в том или ином месте. взаимодействие с человеком, а это очень важно, потому что в противном случае вы постоянно находитесь как бы под угрозой, вы постоянно в тревоге, стоит только вот ситуация как-то изменится, да, вот, то есть стоит ситуация с человеком как-то поменяться, вот, так вот как вам, например, не нравится, допустим, ну как вот, например, в этой ситуации, которую вы описываете, вот, а сейчас вот тоже до этого дойдём, я думаю. Конфликтов между нами не было, я во всем силе старался помочь сделать что-то хорошее. Но опять же есть такое ощущение, да, что это профлексы, то есть делать для другого человека то, что вы хотели бы сами для себя сделать, вот, то есть есть такое ощущение, что это вот профлексы, люди довольно частенько уходят туда в подобное состояние, вот, но они думают, что таким образом отношения могут улучшиться, вот, для людей по сути это чуть ли не вот единственный способ поддерживать отношения, вот, на какой-то, ну, планке, то есть какую-то планку отношений поддерживать, вот. Для людей это единственный способ, на самом деле способ довольно деструктивный, вот, потому что он предполагает, опять же, постоянное напряжение, вот, постоянное напряжение, постоянное напряжение у человека, вот, предполагается, что человек всегда напряжён, вот, и всегда должен, вот, как-то складываться в отношения, вот, а быть самым собой, да, у такого человека возможности нет, собственно говоря, потому что есть такое чувство, что если я буду самим собой, вот, то обязательно случится что-то плохое, вот, если либо человек меня оттолкнёт, да, вот, либо ещё что-то будет, то есть, ну, вот, такой, 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 такая негативная тенденция идёт, вот, а это же очень, опять же, повторюсь, что это очень-очень тяжело, очень тяжело себя вот в такой форме поддерживать. Дальше, всё очень сильно беспокоит возникшая между нами дистанция. Я думаю, что в первую очередь дистанция вас беспокоит из-за следующего, из-за того, как эта дистанция, а точнее, наличие этой дистанции, может вас характеризовать, вот, например, эта дистанция может характеризовать вас так, что вы сделали что-то неправильно, что вы поступили как-то плохо, что человека вы обидели, вот, что сделали вы что-то дурное обязательно и так далее. То есть, это вот такой момент. И вопрос заключается в том, а может ли быть по-другому в этой ситуации? Ведь, если вы, как вы и сами сказали, дорожите отношениям, да, вот, очень сильно, то вряд ли, может быть иначе. Вряд ли может быть по-другому. Поэтому давайте здесь мы с вами попробуем увидеть следующее, что для вас конкретно означает наличие дистанции. С чем конкретно вы сталкиваетесь, когда замечаете дистанцию? Когда видите, что она есть, эта дистанция? Вот. Вот давайте на этом попробуем зафиксироваться, попробуем обратить на это внимание. Вот. я бы сказал, что это очень важно. Я бы сказал, что это такая вот системообразующая история. Потому что дистанция возникать, в принципе, между людьми может. И это нормально. Ну, абсолютно нормально, что возникает дистанция, потому что люди то сближаются, то отдаляются друг от друга. Вот. Это нормально. Но с чем-то сталкиваетесь вы. И вот очень хотелось бы увидеть, очень бы хотелось увидеть, с чем вы сталкиваетесь в этой ситуации. Вот. Что для вас это такое? Пока вы на этот вопрос себе не ответите, да? И не признаетесь себе в этом. Не признаетесь себе в том, что для вас это значит. Вы будете опять же пребывать в негативе, да? Вот. И самое главное, что вы будете как-то вот требовать от человека, да? Значит, того, чтобы что-то изменилось. Вот. Вы будете ожидать, вы будете ждать, вы будете надеяться, вот. Что человек что-то изменит своим поведением. Ну, а если он не изменит, если он не захочет менять, например, ничего, то что вы будете делать тогда? Вот. Ну, скорее всего, вы будете страдать. Вот. Опять же, человек другой не способен оценить в полной мере то, что вы страдаете. Потому что для него реальность может быть другой совсем. Ну, вот. А для него реальность может быть не такой, как она выглядит для вас. Вот. И это еще больше помещает вас в состояние такой депривированности как-то. Вот. То есть в состоянии, когда вы чувствуете себя, ну, как бы, дальше и дальше от людей. Она реже делится событиями в своей жизни, так часто не звонит и не пишет, как раньше, но мои вопросы могут ответить, какой цель интересуешься. А что тебе этого знать не надо? Ну, есть ощущение, конечно, что человек пытается таким образом выставить личные границы. Вот. Есть такое ощущение, есть такое впечатление, что человек хочет выставить личные границы. Вот. А вы на это реагируете, вот, ну, довольно-таки негативно. Я бы сказал. Опять же, очень важно, в какой момент это произошло. То есть видите ли вы, ну, заметили ли вы, в какой конкретно момент это случилось. Вот. Ведь я не думаю, что это случилось, ну, просто так. То есть я думаю, что это случилось в результате чего-то. Вот. И нужно постараться увидеть, в результате чего это случилось. Вот. Идея о том, что это произошло само собой, ну, возможно, но я думаю, что повлияли какие-то факторы. Хотя, может быть, и время. Раньше она со мной так не разговаривала, мне неприятно, но не отвечая грубости в ответ. Говорит, что не любит вопросы. Или какие-то предложения, человек чаще отвечает отказом. Я переживаю молча и накручиваю себя. Ну, здесь вы описываете опять же свой собственный конфликт. Значит, ну, вот свой собственный, я бы сказал, психологический конфликт. Вы описываете здесь. Вот. В этой ситуации. Вот. Это ваш, это ваш собственный психологический конфликт здесь, в этой, ну, в этой ситуации. Вот. Вот. И очень важно понимать, очень важно понимать, что к человеку, к самому человеку, он отношения не имеет. Вот. От слова совсем. Совсем. То есть, сам человек не имеет отношения к тому, что происходит. Вот. С вами. Вот. То, что происходит, ну, с вами, связано только с вами. И все. Дальше. Так. Накручиваю себя. А как именно вы это делаете? Как именно вы накручиваете? Поговорить точно не вариант. Это все разрушит. Она тоже озвучила, что не любит такие разговоры. Ну, что именно, что именно разрушит, вот, большой вопрос. Потому что, можно ли назвать отношениями, ну, когда что-то разрушается, вот. То есть, можно ли назвать отношениями, отношения, где можно все разрушить каким-то вопросом, вот. То есть, здесь, на мой взгляд, вы цепляетесь, ну, за соломинку. Вот. То есть, отношений уже фактически нет, если, можно разрушить, вот, их, ну, каким-то, ну, вопросом, например. Вот. Вот. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, вы, ну, вот, находитесь в определенной иллюзии. Вот. Я думаю, что, конечно, вы не желаете с этой, с этой иллюзией расставаться, вот. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, на мой взгляд, чем быстрее вы как-то, вот, увидите реальность, которая, ну, на самом деле, вот, есть, да, тем быстрее вы столкнетесь со своей собственной проблематикой и не будете так сильно, может быть, нуждаться в этом человеке, вот. На какого вы сейчас, по сути, вы возложили, ну, вот, все свои, значит, какие-то, вот, противоречия, проблемы, может быть, и так далее, неудовлетворенность, вот, а человек это чувствует, человек это почувствовал, ну, скорее всего. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, да, человек это почувствовал, вот, и решил отстраниться от вас. Вот. Хорошо это или плохо, да, мы, опять же, сейчас говорить, пожалуй, не будем, вот. На мой взгляд, это не так важно, как важно именно то, что происходит, вот. Ну, я имею в виду сейчас, вот, между вами, да, и, в целом, то, как вы выстраиваете отношения с вами. Дальше. Бывают короче моменты, но реже. Мне сложившаяся ситуация очень некомфортная. Некомфортно из-за чего и чем устраивало. И было дорого наше доначальное доверительное общение, когда мне нужны были вопросы, мне и так все рассказывали, делились, спросили советы, предлагали что-то сделать вместе. Я понимаю, это действительно было приятно и действительно неприятно то, что произошло, но, во-первых, у меня есть ощущение такое, что как-то вот не первый раз уже вы задаете подобный вопрос. Вот, по крайней мере, я вот что-то такое подобное уже встречал, я уже читал и даже отвечал на подобный вопрос. То есть вас это волнует довольно сильно, довольно сильно. И вот очень важно увидеть, что да, то, что вы чувствуете, это нормально, но ваша реакция на это является как бы избыточной, то есть чрезмерной. А если ваши реакции являются чрезмерной, а вы говорите то, что, ну вот вы говорите про то, что накручиваете себя, да, вы говорите про то, что вам очень тяжело и неприятно и так далее, вот. Если вы так говорите, то это же свидетельствует о том, что явно вы здесь пытаетесь решить какую-то свою проблему. И что это за проблема, вот это вот нужно постараться понять и увидеть, постараться заметить этот аспект. Потому что он, на мой скромный взгляд, довольно важен, если, конечно, вы хотите в этом во всем разобраться. Понимаете, да? Дальше идем, дальше идем. Вы пишите, значит, знаю, что ее перестала устраивать работа и сильно возросла, занята. Частично оправдываю перемены этим, но у меня тоже жизнь идет, но это не меняет моего отношения к ней. Как и дрожилы, так и дрожил. Ну, а какое отношение имеете вы и ваше, условно говоря, восприятие ситуации к тому, вот собственно, что происходит с ней? То есть это не одно и то же, я бы сказал. Это разные вещи вообще-то. Есть вы, есть она и вы разные люди. Не кажется ли вам несколько странным, что вы как бы судите о ней по себе? Не кажется ли вам это странным? Не кажется ли вам это мешающим понять ее? Услышать, может быть, может быть, именно ее? И так далее. Вот такой вопрос у меня к вам важник. Ну, понятно, с точки зрения, опять же, с точки зрения психологии, да, с точки зрения психотерапии, вот. Хотелось бы, ну, какую-то обратную связь, вот, в данном случае, от вас услышать. Дальше. Не могу понять, что произошло и почему я стал неважным. Ну, а иногда что-то происходит без причины, но ключевой момент здесь заключается в том, что вы пытаетесь решить проблему собственной важности здесь. Это вот, на мой взгляд, ключевой момент в этой ситуации, что вы пытаетесь решить проблему собственной важности за счет, собственно говоря, ее. То есть, то есть, себя как-то вы, вот, важной не чувствуете в силу, ну, в силу ряда причин, вот. Себя вы как-то, вероятно, обесцениваете, вот, ну, саму по себе, вот, саму по себе вы обесцениваете. И вам вот очень хочется, вам очень хочется чувствовать себя важным. Вот. То есть, именно, именно это, если человек чувствует, да, и вот, если человек чувствует, что другой, другой вот в нем, ну, начинает нуждаться сильно. Вот. Это очень часто мотивирует отдалиться, очень часто мотивирует отстраниться, вот. Потому что, ну, сложно, порой становится с человеком общаться, когда понимаешь, что, вот, он от тебя зависит, он в тебе нуждается, вот. Конечно, это происходит не всегда, но в вашем случае, вот, судя по тому, что вы и конфликтов избегаете, да, избегали и старались все для человека делать, вот. То есть, еще, ну, неизвестно, в этом смысле, как она реагировала она, да, как ей нравилось, не нравилось, вот, то, что, например, ну, то, что вы делали, вот. То есть, это, это хорошо, если ей нравилось, но мы видим, это начало конца, не знаю, это временные трудности, не знаю, может быть, человек в начале отношений давал больше, чем он может дать. Сейчас он может комфортно, ему режим общения, да, так, так бывает, вот. Так бывает, но вам нужно увидеть в этом, именно, свою проблематику и решать именно ее, именно свою проблематику решать, а не, значит, пытаться понять другого человека. Прорабатывать этимологию и семантическое ядро вашей фразы родственной душа, которая является квинтэссенцией того, что вам не хватает в себе, вот, является проекцией вашей внутренней пустоты на другого человека. И выстраивать отношения равноправные и независимые. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Работу! Аааа, зима и вам, всего самого, доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова